Температура воздуха уже несколько дней не поднималась выше 10 градусов, холодный ветер, участившиеся дожди, красноречивые всего подтверждают, что осень уже вступила в свои права. И, как всегда, с ней приходит риск заболеть ОРВИ и гриппом, но паниковать и запасаться антибиотиками рано. В областном центре уже стартовала кампания по вакцинации против гриппов, потому как вопрос иммунизации не первый год находится под грифом особо важным. Заболеть в одно время не только сезонным гриппом, но и коронавирусной инфекцией рискуют многие. Вакцинация – это единственный, самый эффективный, самый действенный способ вакцинации против гриппа. Но также он является и безопасным в плане того, что используются вакцины, которые прошли проверку и регистрацию в Министерстве здравоохранения. В организацию здравоохранения поступила первая партия вакцины. С начала этого месяца в поликлиниках по месту жительства можно без проблем получить прививку от гриппа и обезопасить себя от неприятных симптомов респираторного заболевания. Привиться – значит обезопасить себя. Эту фразу не перестают повторять медики, особенно это важно тем, кто находится в зоне риска. В первую очередь это беременные женщины, это детки от 6 месяцев до 5 лет. Это люди, которые страдают хроническими заболеваниями, хроническими заболеваниями сердца, почек, печени, какие-то нарушения метаболические в организме, когда пациенты вынуждены принимать иммуносупрессивную терапию, когда они принимают глюкокортикостероиды, когда у них обнаружено, возможно, злокачественное новообразование. Это люди такой высокой группы риска. Также, учитывая специфику нашей работы, все медицинские работники, также медико-социальные работники тоже относятся к группе риска. И это те люди, которым в первую очередь рекомендована вакцинация. В числе желающих привиться и получить надежную защиту от гриппа пенсионер Виктор Грицук. Этот 77-летний мужчина очень ответственно подходит к вопросу вакцинации. Солидный возраст и состояние здоровья обязывают не дожидаться болезни, а работать на опережение. Это традиционное мероприятие. Во время объявления этого мероприятия я всегда вовремя прихожу, чтобы сделать прививку, чтобы не было каких-нибудь последствий непонятных в процессе. Как пенсионер, то я, конечно, предпочитаю бесплатную прививку российскую. К примеру старшего поколения следуют и другие. Ивану Красильникову 21 год, но несмотря на юный возраст, молодой человек со всей ответственностью подходит к вопросам собственного здоровья. Каждый год прививаемся от гриппа в сезон распространения болезней. Я считаю, это важно должно быть, чтобы как минимум не заразить окружающих. И для своего здоровья, для своего блага, чтобы всё было в порядке, меньше болезней. Для вакцинации за счёт средств республиканского и местного бюджетов закуплена вакцина против гриппа российского производства, который используется в Беларуси на протяжении многих лет. Кроме того, есть вакцины производства Франции и Нидерландов. Их можно приобрести за собственные средства. Иммунитет развивается после вакцинации в течение от одной до трёх недель. Поэтому практически в течение месяца после прививки гарантировано, что человек будет иметь иммунитет. Вакцина, прежде всего, эффективна тем, что, во-первых, снижает вероятность заболевания, во-вторых, предотвращает тяжёлые осложнения, тяжёлые последствия, если человек вдруг заболел. Поэтому, сделав сейчас прививку, иммунитет сохраняется до года, но такой активный иммунитет сильный где-то в течение полугода. Поэтому, сделав сейчас прививку, человек защищает себя на весь этот неблагоприятный период, конец осени, зима, начало весны. И пусть эпидемический сезон ещё не начался, не ждите последнего вагона. Станьте машинистом локомотива, подумав о собственном здоровье заранее. Сделайте прививку против гриппа и не бойтесь вируса. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.